МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые, незабываемые впечатления. Единственное остается неизменным. Кто будет отдыхать как миллионер, а кто будет учиться выживанию, как обычно, решат Орел или Решка. Не знаю, как ты, Антон, а я хочу увидеть Дрейка. Увидишь. Сегодня Орел и Решка перезагрузка вернулась в солнечный, крутой Майами. Антоха, это же дорогие крутые тачки, океан. Загорелые люди, не то, что мы с тобой. А звезды, звезды же на каждом шагу. Давай подбрасывай скорее. Я тебя понял. Не томи. Орел. Решка. Привет, Майами. Да ну, Антон. Е-е-е, бэйби. Ой. Господи. Беднота ты моя лохматая. Я тебя прошу, ты только в Инстаграме никому не говоришь, что ты в Майами была со 100 долларами. Засмеют же. Ой, все. Увидимся на пляже. Что, можно уже тачку начинать ловить, да? У-у-у, Порш. О, это мое. Нет. Ах, ладно. Не мой день, я поняла. Все, ухожу красиво. Ах, Майами. Райский уголок, о котором грезят миллионы. Майами – самый распиаренный курорт нашей планеты. На этих пляжах пьют коктейли голливудские актрисы. Эти улицы мы видели в фильмах о красивой жизни. В этих виллах шикуют мировые звезды. Мы зачеркивали дни в календаре в ожидании уикенда в Майами. Майами – это мировая столица понтов. Если тут не выпендриваться, не красоваться, не козырять дорогими тачками и стильным прикидом, можно оказаться за бортом майамской тусовки. В прошлый раз, чтобы стать своим в Майами, Андрею Беднякову пришлось напярить на себя белую шубу, золотые трусы и зачитать рэп. Ладно, друзья, в общем, я в Майами. Здесь все круто, ями-ями. Если у тебя есть деньги, проблем с выпендрежем не будет. Ребята, это же просто unbelievable и о-май-гадабл. Я уже чувствую, что у меня золотые зубы растут и кепка скособочная вот здесь на темечке. Старушку «Шевроле» прокачали в стиле «Донг». Огромные колеса, задран передок. У меня крутая дачка и карман широк. Детка, это майамский стилек. Зацените. 26-дюймовые хромированные диски на ультра-низкопрофильной резине. Под капотом двигло от «Шевроле Корветт» мощностью 600 лошадиных сил. В багажнике сабвуфер на 2000 ватт. На такой громкости даже малежек будет качать. Это Майами, бич. Ну, бич – это пляж, да, вы поняли? Окей, го. В Майами высшей степенью крутизны считаются тюнингованные ретро-автомобили на гипертрофированно-больших колесах. Их тут называют «Донг Кар». Чтобы сделать из старой развалюхи конфетку, тратят в пять раз больше, чем стоит машина. Но тут понты дороже денег. Взял себе я тачку, как в Гене Уэста, чтобы парни на районе знали, где их место. В Майами со 100 долларами на два дня, конечно, лучше не приезжать. Но если вас угораздило, то вот вам полезные советы, как тут сэкономить. Лайфхак для нищебродов. Вы можете заранее забронировать недорогой хостел, стоимость которого входит трансфер. На сайте хостела «Майами Рок» можно забронировать себе койку за 20 долларов и получить бесплатный трансфер из аэропорта. Мотайте на уз! Или будете переплачивать 2 доллара 25 центов за проезд на автобусе, как другие туристы простофили. Но, друзья, есть маленькие нюансы. Трансфер проезжает всего три раза в день, поэтому что? Его нужно ждать. Кажется, едет. Ждать автобус пришлось около часа, но зато доеду в город бесплатно. Кайф! Кондиционерчик, все, как я люблю. Как-то слишком все хорошо. Когда бы ты не приехал в Майами, он порадует глаз бирюзовым океаном, зелеными пушистыми пальмами, обласкает солнцем. Тут с первым вдохом понимаешь, что ты на курорте. Майами – один из главных деловых и финансовых центров Америки. Поэтому в центральных районах города тебя встречают не пальмы и шезлонги, а гигантские небоскребы. Майами – даунтаун. Самое большое скопление банков в Америке. Даже в Нью-Йорке меньше. Тут все чинно и благородно. Банкиры в белых воротничках спешат на работу. А тот Майами, о котором все мечтают, находится на отдельном островке – Майами-бич. Хостел, который расщедрился на трансфер, находится в пяти минутах ходьбы от легендарного пляжа Майами-бич. Сейчас я поселюсь и расскажу вам о нем поподробнее. Вполне себе неплохо, я скажу. Я думала, что в хостеле, у которого столько бонусов, обязательно будет какой-то подвох. Может, комнаты с тараканами или застиранное до дыр постельное белье. А тут все новенькое. Кроватки опрятны. О-о-о, отлично! Он, правда, скрипучий, но матрас мягкий. Розеточки! Свет! Ребят, кайф! Не надо искать, куда воткнуться. Тут у каждого есть свой сейф. Есть удобство. И белоснежная ванна, в которой не нужно купаться в гидрокостюме. И кухня не общая где-то в конце коридора, а прямо у тебя в номере. Утюг! Я вам скажу, даже не в любом отеле в одноместном номере есть утюги. Их нужно там просить. А здесь вот есть утюг и доска гладильная. Прям прекрасно. Прекрасно. В любой гостинице Майами такой номер стоит минимум 60 баксов. А в хостеле всего 20. Отличие только в том, что здесь с тобой будут жить еще пара человек. Самое дорогое жилье в Майами сосредоточено на отдельном острове Палм-Айленд. Тут стоят виллы за десятки миллионов долларов. Именно в них живут мировые звезды первой величины, у которых на счету миллиарды долларов. В прошлом выпуске мы только разглядывали эти дворцы и глотали слюнки. Но теперь мы подросли и можем себе позволить арендовать самую дорогую виллу на этом звездном острове. Ее стоимость 30 миллионов долларов. До меня тут жили Тонателло, Версачо, Бионси и Джей-Зи. Добро пожаловать, сэр. Я Дэвид. Приятно познакомиться, Дэвид. Взаимно, сэр. Это Джон. Добрый день. На входе угощают свежевыжатым ананасовым фрешем и знакомят с персоналом, который весь уикенд будет сдувать с тебя пылинки. Рад знакомству. Взаимно, сэр. Это неловкое чувство, когда прислога выглядит лучше, чем ты. Ой, здесь так красиво. После вас, сэр. Спасибо. Будьте как дома. Ущипните меня. Сидеть. Пройдемте. Извините, а мне нужно разуться, да? Нет-нет, сэр. Оставайтесь в обуви. Извините. Первый раз. Я как в санатории. Ну что, посмотрим, как живут те, чьи хиты мы постоянно слышим по радио и телевизору. В такой роскоши дышать страшно. Вдруг какая-нибудь золотая люстра упадет на антикварную вазу для фруктов. А это что? Это ваш персональный кинотеатр. Мой личный кинотеатр. Класс. Стереосистема. Он такой огромный, что тут компания с 12 человек поместится. Это ваша бильярдная и приватный бар. Личный бармен Джон находится в доме круглосуточно. Если мне захочется выпить виски в 2 часа ночи, он проснется, наденет униформу и приготовит мне коктейль. А это ваша кухня. скоро придет ваш личный повар и приготовит ужин. Эта кухня больше, чем моя квартира, в принципе. Только кухня. Это ваша спальня, сэр. Ого! 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 Какая она здоровая! А это ваш гардероб, сэр. Мне пока покажут все комнаты вообще в этой вилле, у меня выходные закончатся. Это ваша ванная комната, сэр. Ого! Душ и джакузи. Шикардос! Класс! Сколько у вас туалетов? Восемь, сэр. Восемь туалетов! Восемь! А еще два кабинета, три обеденных зала, три комнаты для прислуги, спальня в африканском стиле, в японском и в марокканском. Класс! Только балдахина не хватает. Ну что, Дэвид, это все? Нет, сэр. Это не все. Нет? Нет. Слушай, я уже утомился. Пожалуйста, можно я потом все сам досмотрю? Ну, просто невозможно. Окей? Можешь быть свободен. Спасибо, сэр. Честное слово, я никогда в жизни еще так не уставал, разглядывая 30 миллионов долларов. Ой, как же тяжело быть богатым, а? Куда идти первым делом в Майами? Ну, конечно, на пляж, который прославил Майами на весь мир. Знаменитый Майами Бич. Майами Бич не перепутаешь ни с одним курортом мира. Сюда приезжаешь и сразу попадаешь в игру «Кто круче». АПЛОДИСМЕНТЫ Чем больше к тебе внимания и лайков, тем круче. АПЛОДИСМЕНТЫ Майами Бич – это легендарное место. Голубой океан. Полоса мягкого песочка, которая тянется, насколько хватает глаз. Его красоты воспевались десятки раз в кино. Туристы своими отзывами возвели его в рейтинг самых знаменитых пляжей Америки. АПЛОДИСМЕНТЫ А папарацци здесь на каждом углу щелкают звезд, которых тут больше, чем чаек. Майами Бич – это мечта миллионов мужчин. И миллионов женщин. Спасатели Майами Бич – это супер раскрученная достопримечательность. Они дежурят в своих разноцветных будках, которые стоят через каждые 200 метров. Накаченные и такие красивые, что каждая вторая готова разучиться плавать. Только б он ее спас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Это частный самолет ВИП-класса. Такие катают по Майами только меня. Ну и рядом. Продолжение следует... 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 Как сэкономить на транспорте и жилье в Майами вы уже знаете. Теперь открывайте блокнот и записывайте, как за копейки поесть миллионерской еды. В кафе Монтис продают самые свежие морепродукты на всем побережье. Вот такая порция королевских креветок и устриц в обычное время стоит 11 долларов. Но если прийти сюда в определенные часы, можно заказать креветки по 75 центов, а устрицы по доллар 25. Круто же! Так и не скажешь, что я по-бедному. Может, миллионеры едят какие-то другие устрицы, но эти похожи на сопли с морским соленым вкусом. Фея! Но виду подавать нельзя. Делаем счастливое лицо. Слышите? Правильно, вы ничего не должны слышать, потому что здесь прям абсолютная тишина. Вот как в санатории во время тихого часа. И даже машина тихо-тихо проезжает. Вот прямо только шорох шин и все. Класс! Кей-Уэст – это самый южный город Америки. А выглядит самый южный город Америки так. По улице бегают курицы и петухи. Туда-сюда снуют туристы. В этой табличке вот просто вся суть Кей-Уэста. В 1897 году на этом месте ничего не произошло. Хотя подождите, как я мог забыть? Здесь же есть дом-музей Эрнеста Хамингуэя. Фанаты писателя просто рассыловали бы эти ступеньки. Подходите поближе, подходите поближе. Итак, мы с вами в доме-музее Хамингуэя. Здесь он жил, творил, пил дайкири. Кстати, пил дайкири он гораздо чаще, чем творил. Давайте, проходи, 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 проходи. Спасибо, спасибо. Мне кажется, что именно это самое интересное музей. Вот не мебель, не картины, а эти коты. У них на лапках по шесть пальцев, и это потомки тех самых знаменитых шестипалых котов, которые были у Хамингуэя. И заметьте, что все как в жизни. Вот коты собирают аудиторию. Здесь больше всего людей. Он завещал им свой дом и часть наследства на их содержание. Сейчас в доме хозяйничают 50 шестипалых котов. Извините, пожалуйста, я просто буквально на секунду. Ну, можно же было показать. Я же заплатил за вход. Вашу лапу, сударыня, ну, прошу вас. Вашу лапу, сударыня. Спасибо. Самая большая концентрация понтов в Майами на знаменитой улице Оушен Драйв. Сюда принято приезжать на крутых тачках. Приходить в самых вызывающих нарядах. Садиться на летней площадке ресторана и заказывать себе гигантские коктейли, чтобы все прохожие видели, какой ты крутой и богатый. Здесь просыпается какой-то азарт и накрывает неистовое желание казаться круче, чем ты есть на самом деле. Я хочу такой же огромный, огромный же коктейль. Как это, быть в Майами и не попробовать такой коктейль? Сколько стоит самый большой коктейль? 35? Что? Вы серьезно? 35 баксов? Это же треть моего бюджета. Ничего не могу с собой поделать. Несите. Дружочек, я не планировала в запой уходить. Спасибо. Спасибо. Это абсурд. Подача, конечно, очень крутая. Бутылки открыты, причем их две, и они выливаются в эту снежную массу. И что самое прикольное, то есть она не переполняется, не надо ее быстро-быстро пить, чтобы это все не вытекло. Я не знаю, как эта система работает, но это очень круто. Очень четко ощущается вкус легкого светлого пива и какой-то, не знаю, химической клубники в снегу. Этот большой коктейль на самом деле большой понт. Денег заплачено много, а удовольствия мало. Сидишь и цедишь его из толстой трубочки, как дурак. И в Майами все так. Тут не важно, нравится тебе или нет, главное, чтобы все вокруг завидовали. Не важно, вкусно тебе или нет, главное, сидеть с довольным лицом на зависть другим. Не важно, нравится тебе пляжный отдых или нет, главное, зачекиниться на пляже на зависть другим. Не важно, есть у тебя деньги на крутую тачку или нет, главное, с ней сфоткаться и выставить в соцсети на зависть другим. Да уж, вот что делает с тобой Майами. Около 7 часов все туристы на Кей-Уэсте стекаются на набережную, чтобы увидеть самый южный закат в Америке. С наслаждением смотрят, как солнце тонет в Мексиканском заливе и уезжают обратно в Майами. В моем случае улетают. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кроме пляжа и тусовочный Ocean Drive, в Майами есть еще на что посмотреть. ДИНАМИ Теперь Виндвуд самая фотографируемая достопримечательность в Майами. ДИНАМИ Знаете, все эти дорогие тачки, шикарные виллы, это, конечно, все классно, но когда у тебя есть деньги, очень хочется их потратить на какие-нибудь эмоции, которые останутся с тобой на всю жизнь. В общем, я отправляюсь плавать с огромными, добрыми ламантинами. Ты мой пельмешечек, я иду к тебе. В пяти часах езды от Майами находится заповедник Кристал-Ривер. Здесь живут удивительные подводные животные – ламантины. Расскажу, кто такие ламантины. Это не киты, это не тюлени и даже не морские ходики. На самом деле, это вообще непонятно, что такое. Ближайший родственник ламантина – это, как ни странно, слон. Но единственное, что слон обитает на суше, а ламантин – в воде. Вау! Так вот ты какой, ламантин! Вообще ни на что не похожее инопланетное существо. Такая серая, здоровенная сарделька с плавниками. Взрослый ламантин может весить полтонны и вырастать до 4 метров в длину. Но несмотря на свои крупные размеры, ламантин – абсолютно безобидная зверюга. Главное правило общения с ламантинами – самому притвориться ламантином. Зависнуть в воде, не мотать руками, и животные сами тобой заинтересуются. Тогда ты сможешь их погладить. Шкура ламантина на ощупь, как резиновый коврик, а хвост выглядит, как лопата. Есть легенда, что мифы о русалках придумали моряки, когда проплывали по заливу с ламантинами. Это ж сколько нужно было выпить рома, чтобы спутать толстого ламантина с русалкой. У Майами есть головная боль. Это неблагополучный район Литтл Гаити. Тут живут нищие гаитянцы. Беженцы из самой бедной и опасной страны мира. Говорят, что уровень преступности в этом районе – один из самых высоких в США. Головорезом тут может оказаться любой. От этих людей никогда не знаешь, чего ожидать. Но репутация этого района не отпугивает туристов. Потому что здесь, на второй авеню, в 7 утра открывает окошко тетушка Даниэлла. И продает самую вкусную, самую сочную и, главное, дешевую, как для Майами, курочку. За этими жареными куриными ножками приезжают со всего города. Что, попробуем? Нет, можно сидеть? Очень много курицы. Просто это на целую семью, мне кажется. Очень много. Ну что, за ваше здоровье? Жирненькая. Такая прям маслянистая. А еще курицы бесплатно дают квашеную капусту. Курочка отменная. Ну что, мои любители бюджетного туризма, записали, где в Майами можно на 8 баксов набрать коробку домашней хрустящей курочки? Правильно, в районе Литтл Гаити. Я тоже не на шутку проголодался и пришел в самую популярную бургерную в Майами. Би энд би джойнт. Как дела, мужик? Добро пожаловать в Би энд би. Ты такой здоровый. Ага. Я тоже хочу быть таким. Это потому, что я ем бургеры по 5 раз в день. Могу предложить тебе бургер-малютку? Нет. Или вот такую мамашу-бургер? По-моему, это какая-то метафора. Я хочу большой бургер. Это правильное решение, бро. Это твой мамаша-бургер. Это большой бургер, да? Громадный бургер. Он же размером с коннектикут. Сейчас распилим. Вам нравится? Хотите кусочек бургера? Ой, как же я люблю, когда девочки говорят в мою сторону, он такой большой. Спасибо этому бургеру. Длину этого бургера можно измерять в локтях. Как это должно пройти вот с человека? Я даже не знаю, да? Просто половина меня, по-моему. Здесь почти 5 килограмм мяса. Это телятина породы черный ангус. Огромнейшая булка с сезамом. Ну, понятное дело, салатцы, помидоры. И самое главное, во всем этом почти 40 тысяч калорий. При дневной норме в 2,5. Именно такой бутерброд мама заворачивала каждый день в школу маленькому Оле Валуеву. Кан-дам! Ну что, попробуем мать всех бургеров? Как его? Есть я! Ребят, я, конечно, извиняюсь на фарш. Он просто сырой внутри. Его невозможно есть. Котлета прожарена сверху только на несколько миллиметров. А внутри просто мясо с кровью. Теперь у меня 5 килограмм такого фарша. Можно прийти домой и налепить пельмени. Котлета настолько огромная, что хоть ее и готовят 20 минут, переворачивают несколько раз лопатой. Но она все равно не успевает прожариться. Мясные гурманы могут справедливо упрекнуть меня в том, что это мясо не сырое, а приготовленное с особой степенью прожарки. Рэр. Сердцевина такой и должна быть. Но неподготовленному человеку такое мясо может показаться сырым. Мне кажется, этот бургер – это еще один способ выпендриться в Майами. Ты платишь 130 баксов за то, чтобы на тебя обратили внимание и сфотографировали. А уходишь, по сути, голодным. Но если без понтов, то Орел и решка – перезагрузка в Майами. И мы прячем традиционные сто долларов в нашу заветную бутылочку. Прямо здесь. Чтобы найти наш клад в Майами, езжайте на остров Брикел-Ки по мосту Брикел-Ки-Драйв. Слева от конца моста есть пальма, а под ней большие валуны. Под самым крупным и лежит наша бутылочка со ста баксами. Найдете себе эту бутылочку и сделаете золотой зуб, как у экзибета. Майами – это город, в который приезжают в розовых очках. В них все видится дорогим, стильным, помпезным. Но если эти очки с себя снять, понимаешь, что Майами – это обычный город. По-настоящему крутые тачки, роскошные виллы и райский отдых. Тут доступен только для богатых и уже знаменитых. А обычные небогатые туристы из штанов выпрыгивают, чтобы дотянуться до звезд. На самом деле, не страшно, если в Майами с тобой не фотографировался каждый прохожий. Можно хвастаться уже тем фактом, что ты тут был. Настюш, привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хелло, хелло, хелло! Привет! Антош, привет! Ну, рассказывай скорее, как тебе Майами с золотой картой. Слушай, мне кажется, этот город давно пора переименовать в Понторезовск, потому что понтов здесь просто выше крыши. Но за всеми этими понтами не стоит забывать, что здесь есть действительно много клевых мест, которые пять лет назад не показали. Вот это верно. Слушай, Антош, знаешь, вот я тоже поняла, что в Майами главное не быть, главное казаться. Да. То есть ты казалась, да? Нет, Антош, я была. Боже мой, Настя, какая глубокая мысль. Да. Давай же обсудим, подожди, куда? Нечего там обсудать. Ты же вычитала, верно, где-то, да? Да это вообще-то я из жизни узнала. Пловарик читала опять, да? Опять ты умничаешь. Не закрывай. Пойдем лучше погуляем. Красивая набережная. Очень красивая. Здорово.